Здравствуйте! Давайте учиться дальше. Сегодня мы разберем символьный тип данных char. Чтобы создать переменную символьного типа, нужно воспользоваться ключевым словом char, имя переменной, равно и в одинарных кавычках символ, который мы хотим записать. Чтобы сохранить переменную символ, который ввели в консоли, нужно воспользоваться конструкцией convertToChar и в скобках console.readline. Чтобы вывести символ на консоль, нужно воспользоваться командой console.readline. Давайте рассмотрим, как символы хранятся в компьютере. Существует так называемая таблица символов. В нем символы расположены в таком порядке, как указано в таблице. То есть, например, цифры от 0 до 9 идут подряд. Каждому символу соответствует некоторое целое число, это его код. Как расположены символы в данной таблице, в таком же порядке расположены и их коды. Например, код символа 0 – 48, а код символа 1 – 49. Итак, мы узнали, что каждому символу соответствует целое число. И давайте узнаем, как из символа получить его код. Итак, у нас есть символ решетка. И чтобы узнать его код, нужно перед ним в круглых скобках написать int. Это означает то, что мы символ переводим в число. Ну и выведем его. Как мы видим, код символа решетка – 35. Можно делать и обратное. То есть, если взять число 35 и привести его к символу, указав в круглых скобках char, то мы можем увидеть, что будет тот же символ, который мы до этого переводили. Также символы можно сравнивать. Символы равны только тогда, когда равны и их коды. Один символ больше другого, если его код больше, чем код другого символа. Итак, у нас есть две переменные. В первой находится большая буква B, а во второй маленькая буква V. Если их сравнить с знаком меньше, то у нас выведется true, так как у нас в таблице сначала идут заглавные латинские буквы, а потом только строчные. Зная тот факт, что мы можем сравнивать символы между собой, и что буквы латинского алфавита расположены подряд, мы можем решить следующую задачу. Нам дается символ, и нам нужно узнать, является ли данный символ заглавной буквой латинского алфавита. Давайте рассмотрим код. У нас есть символ C, который ввел пользователь. Мы его сравниваем с заглавной буквой A. Если он больше либо равно заглавной буквой A и меньше либо равно заглавной буквой Z, это означает, что данный символ у нас является заглавной латинской буквой. И выводим yes. В противном случае у нас выведется no. С символами также можно проводить арифметические операции. Это будет трактоваться следующим образом. Взять код символа и сделать с ним какие-то операции. Например, если взять символ A и прибавить к нему 2 и снова перевести в символ, то мы получим символ C. Также символами можно делать операции плюс, минус, умножить, деление на целое и деление с остатком. Еще раз повторю, что операции производятся над кодами символов. Мы теперь умеем делать арифметические операции с символами. И давайте решим следующую задачу. Нам нужно вывести все буквы латинского алфавита, начиная от A и заканчивая до Z. Итак, мы будем использовать цикл. Почему? Потому что все буквы латинского алфавита они расположены подряд. И рядом стоящие буквы отличаются на единицу. Итак, наша переменная цикла, она символьного типа, начинается с буквы A. И после каждой итерации цикла у нас код символа увеличивается на 1. Это означает, что у нас в переменной цикла будут все буквы латинского алфавита. До тех пор, пока код нашего символа будет меньше либо равно кода символа Z. При каждой итерации цикла мы будем вводить текущий символ. Итак, данная программа выведет все буквы латинского алфавита, начиная от A до Z.